Легенда, кумир, мечтатель. Знаменитому барабанщику группы The Beatles Ringo Starru 80. Хотя нет, не так. Сэру Ringo Starru 80. В 2018 году в Букингемском дворце присутствии именитых гостей его посвятил в рыцаре принц Уильям. Впрочем, все награды ничто по сравнению с той народной любовью, которая заслужила группа и Ringo как один из ее участников в том числе. Бытует ложное мнение, что профессиональные навыки Ringo как барабанщика были на невысоком уровне, и ему просто повезло попасть в группу. Однако этот миф можно разбить импактом, что после распада Битлз тот же Джон Леннон для своего первого сольного альбома мог пригласить любого ударника в мире, но он вновь позвал Ringo. Да, и другие знаменитые барабанщики не раз говорили, что талант Ringo недооценен. Например, такой же барабанщик и певец, как Фил Коллинз, всегда высказывался в поддержку старых. Тем временем, пока кто-то обсуждал его таланты, Ringo не заморачивался и пробовал себя в разных аплуа. Например, увлекался фотографией и запечатлел в свое время немало интересных снимков во время гастролей с Битлз. А еще немногие знают, что Ringo не раз пробовал себя и актером, снимаясь в абсолютно разных фильмах. Среди них, например, французский мюзикл «Сын Дракулы». Американская комедия «Пещерный человек». Итальянский вестерн «Слепой». А в приключенческой комедии «Сладкоежка» он и вовсе появился в звездной компании Шарля Азнаура, Марлона Брандо и других знаменитостей. Что касается общественной деятельности, то своим главным посланием обществу Ринго Стар выбрал уже давно простой, но такой необходимый всем девиз «Мир и любовь». По-английски «Peace and love». Привет, Ринго. Привет, ребята. Рады тебя видеть. Расскажи нам, как ты собираешься отпраздновать свое 80-летие. Друзья, мы с радостью сообщаем, что сегодня, в ночь с 7 на 8 июля на YouTube-канале «Ринго Стара» состоится онлайн-празднование для рождения «Ринго Стара». Точное время, уточняйте, согласно своему часовому поясу. А пока ждем, мы публикуем обращение «Ринго Стара». Да, в этом году я буду отмечать свой день рождения не так, как делал это последние 12 лет. С тех пор, как родилась традиция «Мир и любовь». В прошлом году я праздновал день рождения в Ницце, а еще раньше в Гамбурге. Но началось все в 2008-м в Чикаго. Как-то во время очередного интервью, которое состоялось накануне моего дня рождения, меня спросили о том, что бы я хотел получить в подарок в этот день. Честно говоря, даже не знаю, откуда мне вдруг пришла эта мысль, но я сказал, что хотел бы, чтобы в полдень все люди просто сказали слух «Мир и любовь». Вот так родилась эта замечательная традиция. В день моего рождения, через неделю после этого интервью, мы организовали перед зданием «Хард Рок» небольшой праздник с тортом. Тогда собралось около сотни человек, и я сделал отсчет. Два, один. «Пис и любовь!» И все сказали «Мир и любовь». С тех пор к этому празднику присоединились люди из 27 стран, и это прекрасно, что столько людей ежегодно принимают участие в этой традиции. Но в этом году празднование будет немного другим. Обычно в Лос-Анджелесе, где я сейчас нахожусь, мы строим большую сцену перед зданием студии звукозаписи «Кэпитал» в Голливуде, на которой выступают различные музыкальные группы, приходят друзья, которые выступают перед зрителями. Потом у нас обычно проходит бранч, ну, все как обычно, на праздновании дня рождения. Но в этом году в связи с карантином все будет несколько иначе. Неважно, кто где находится, опасность вируса существует везде. Поэтому я попросил нескольких своих друзей прислать мне клипы наших прошлых выступлений. И многие, кто откликнулся, выслали мне свои клипы, суть которых я даже не знаю. В общем, я буду объявлять все номера, хотя многие из них будут для меня самого сюрпризом. Таким образом, наш концерт состоится к 5 часов вечера по нашему калифорнийскому времени и сразу будет вживую транслироваться в интернете. Вот так будет в этом году. Но все равно мир и любовь не отменяются. Поэтому мы напоминаем, что сегодня в ночь седьмого на восьмое июля на ютуб-канале Ринго Стара состоится онлайн-вечеринка с участием Пола Маккартни, Шерилл Кроу и других звезд. Если ты настоящий фанат Ринго и Битлз, не пропусти. В точное время уточняйте согласно своему часовому поясу. А пока продолжаем смотреть обращения Ринго. Я начал увлекаться музыкой в очень раннем возрасте. Конечно, сначала это была музыка кантри. Мне очень нравился Хэнк Уильямс. Я также обожал Китти Уэллс. Я, кстати, уже видел Уилли Нелсона в костюме. Он написал много песен, много прекрасных песен. А еще я очень любил блюз. И, по-моему, уже все знают, что когда мне было 19 лет, я серьезно собирался эмигрировать в Америку, в Техас, Хьюстон. Потому что я хотел быть там, где был Лайтнин Хопкинс, как по мне, лучший исполнитель блюза. В общем, тогда мы с моим другом Джоном пошли в посольство США и заполнили все необходимые анкеты. Ну, вы представляете, мы же были тинейджерами, но все равно разбирались в тех бумагах и даже подали список фабрик, куда нас могли бы принять на работу. Я же в то время работал на фабрике. Но, когда мы сдали все эти бумаги, то посольство выдало нам еще больше анкеты вопросов. В общем, у нас не было уже никаких сил и желания заполнять все эти чертовые бумаги, и мы просто порвали их и выбросили в мусорный ящик. Конечно, это очень интересный момент в моей биографии, а вот что было бы, если бы я действительно тогда не эмигрировал? Но, так как этого не случилось, я начал играть в музыкальной группе при фабрике, на которой я работал. Я играл с Rory Storm, и потом он перешел в лучшую группу в мире, The Beatles, чья музыка до сих пор не потеряла своего значения. Ее до сих пор слушают все, кто увлекается музыкой, обязательно слушают музыку Beatles. Ну вот так, и мы до сих пор существуем. И до сих пор поклонники показывают своих бэйбиков и говорят, вот еще один из нас. И я до сих пор продолжаю играть. Вообще-то я планировал играть сегодня в рамках моего первого турне в этом году, в котором должен был быть перерыв на время празднования моего дня рождения. Затем в сентябре мой тур должен был возобновиться. И признаться, мне сейчас как никогда очень и очень не хватает того, что я лишен возможности играть перед публикой. Хотя мне грех жаловаться. У меня столько всего есть в жизни. У меня есть семья, дети, мои внуки, которых у меня восемь. Я сам был единственным ребенком в семье, и поэтому, когда я оказываюсь за огромным столом, вокруг которого собирается вся огромная семья, я сам удивляюсь, как это получилось, что это все моя родня. Да, конечно, в моей жизни есть Барбара, чему я очень рад. И те вещи, которые я не сделал, обычно те, которые ты хотел сделать, но вот не сделал. Ну, я часто думаю, что было бы, если бы я все же переехал тогда в Хьюстон, поближе к своему кумиру Латнин Хопкинсу. Или если бы я остался с Рори Сторм. Кто знает, где бы я оказался в жизни. Поэтому я не отношусь к таким мыслям серьезно. Я иду той дорогой, на которой я оказался благодаря своим решениям, которые я принимал в жизни. Но я не перестаю удивляться тому, как мне 13-летнему мальчишке больным туберкулезом судьба преподнесла такой подарок, как барабан, который мне принес в больницу учитель музыки, для того, чтобы мне было чем заняться. Когда у тебя туберкулез, то ты достаточно времени проводишь в кровати. И с той самой минуты, когда у меня появился тот барабан, я точно знал, что хочу стать ударником. И посмотри на меня сейчас. Я до сих пор играю на барабанах. Вот что удивительно. Кроме того, благодаря нашему бизнесу у нас нет необходимости уходить на пенсию. Мы можем заниматься музыкой столько, сколько мы сами захотим. И я планирую играть еще намного дольше, чем 80. Продолжение следует... Продолжение следует...